2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Благословен Ты, Господь, Бог наш, избравший нас из среды народа Твоего и даровавший нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Амэн. Слава Господу, у нас сегодня будет хорошая, интересная глава. Недельная глава называется «Шлахлыха. Пошли от себя». Это о том, как Моисей посылает главных сынов Израилев рассмотреть землю обетованную, которую обещал Господь. Знаете, кто из вас был разведчиком, может, в детстве? Очень интересное занятие. Знаете, мне очень нравится со своей семьей, с детьми особенно ездить на рыбалку. Знаете, почему? Потому что, когда мы приезжаем, я всегда их посылаю по местам злачем, чтобы они посмотрели, где кто находится, где что растет. Поэтому это очень хорошее занятие. Хорошо, и мы почитаем это число, 13 глава. Мы не будем все читать, потому что тут много написано. Мы почитаем с 28 стиха. Итак, тут рассказывают о том, что Моисей посылает сыновь Израилев посмотреть землю, какова она, кто там находится, кто живет, что там растет. Ну и как бы в общем ситуация. Они пошли, посмотрели, вот, и вот дальше рассказывается. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ живущий на земле, то есть силен. Вот проблема, да? И города укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. А Малик живет на южной части земли. Хитеи, Ивусеи, Мореи живут на горе. Хананеи живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ. Пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа всего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми. Говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов инаковых, исполинского рода. И мы были в глазах перед ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ. И в ту ночь и роптали на Моисея, Араон и все сыны Израилева. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали мы от меча. Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисея и Араон на лица свои перед всем собранием общества, сынов Израилевых. И Иисус, сын Амин и Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, разодрали свои одежды и сказали всему обществу, сынов Израилевых. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. И если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на сидение. Защиты у них не стало, а с нами, Господь, не бойтесь их. И сказало все общество побить их камнями, но слава Господне явилось в Кении собрание всем сынам Израилевых. И слава Господу, здесь вступается Господь. Знаете, Бог пришел очень вовремя, потому что, возможно, была бы беда. Знаете, слава Богу, что Бог приходит вовремя. Когда Он приходит, то все споры, все разногласия не прекращаются. Знаете, и эта история, на мой взгляд, она учит двум важным вещам. Первое – это смелость, и второе – это безупречность. Возможно, это отвечает на вопрос, почему мы там, не там, где, ну, возможно, должны были быть. Знаете, для того, чтобы двигаться вперед, нужна смелость. Для того, чтобы подниматься на какие-то вершины, нужна смелость. Для того, чтобы служить Господу, тоже нужна смелость. Потому что мы сталкиваемся с различными ситуациями, с различными какими-то искушениями, где нужно сделать серьезный выбор, какое-то решение. Даже здесь, стоя вот здесь на кафедре, здесь тоже нужна смелость. Знаете, и действительно, как у израильского народа, настает момент перехода в что-то лучшее. Мы долго можем ходить по пустыне, мы долго можем сталкиваться с вещами обычными для нашей жизни. Но Бог приготовил для нас что-то большее. И для того, чтобы войти в что-то большее, нужно быть смелым. И что такое смелость? Это не отсутствие полного бесстрашия. Это преодоление чувства страха. Знаете, бесстрашных людей не бывает. Единственное, что это могут быть люди, которые не совсем дружат с головой. То есть мы все боимся чего-то, и это нормальный процесс. Еще кто-то говорит, что страх – это инстинкт самосохранения. Но это не отсутствие полного бесстрашия, это преодоление чувства страха. Это решительность в поступках. И это доверие Богу. Знаете, я расскажу небольшую маленькую историю, как бы о своей жизни. Мы служили, когда Бог призвал нас на определенное дело, на миссию. До этого было, в принципе, все слажено. Мы служили Господу, растили детей, сажали деревья. Ну, знаете, как говорят, что, в принципе, все как бы было при делах. Но я не буду долго рассказывать, потому что это длинная история, кратко. Но когда Бог сказал нам ехать в определенное место, конечно, возник огромный страх. Новое место, новые люди. А как все будет, а как мы все оставим здесь, работа, учеба. Но мы преодолели этот страх и поехали. Конечно, может быть, не получилось так, как ожидали мы. Но, знаете, когда мы приехали обратно, мы смотрели. И самым важным, чему учил нас там Господь, это служение людям. Знаете, служить людям нужно тоже уметь. Потому что, наоборот, можно навредить людям. И, на самом деле, это большое искусство служить людям. И этому нужно учиться. И я вообще, как бы, думаю, что вся наша жизнь, служение, кем бы мы ни были, мы учимся одной вещи, это служить людям. Поэтому слава Господу. Знаете, и в Библии интересно, что, кто, может, подсчитывал, сколько раз Бог говорит, не бойся. Очень похоже на количество дней в году. 365 раз Бог говорит, не бойся. Бог знает, что мы боимся. И Бог говорит на каждый день, да, чтобы мы не боялись. Мы каждый день сталкиваемся с такими вещами, где нужно преодолеть страх. Но преодолевая страх, мы идем дальше. Сказано, не бойся, ибо я с тобою, ибо я Бог твой. Псалом, 22-й, 4-й, там, Господь, пастор мой, если я про тут долины смертной тени, не убоюсь зла. И 2-й, Тимофею, 1-7. Бог говорит, что Он дал нам не духа боязни, но духа, да, сил и смелости. И знаете, интересный момент, когда приезжал преподаватель, учитель последний раз, он говорил о двух страхах. Первый страх – это страх падения, да, да. И второй страх – это страх громкого звука. Он говорит, что остальные страхи – это те страхи, которые мы научились или приобрели. А если мы ими научились, то мы можем и разучиться. И вы знаете, и четвертый момент – если вы знаете, что Бог сказал шагнуть дальше, просто доверяйте Ему и идите дальше. И второй момент – это безупречность. Что такое безупречность? Это непорочность, неиспорченность, образцовость, примерность. Если у меня есть немножко времени, я хочу почитать титул. Титул, 1 глава, с 5 по 16 стих. «Для того я оставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченной и поставил по всем городам пресвитеров, как я к тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных и неукоряемых в распутстве и непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гнилив, не пьяница, не бийца, не кростолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Знаете, очень важно следить за своей жизнью и за состоянием своего сердца. В этом мире можно очень быстро испортиться. Знаете, написание не напрасно говорит, куда нам ходить, а куда не ходить. Что нам смотреть, а что не смотреть. С кем общаться, с кем не общаться. Знаете, когда возвращаешься в книгу чисел и думаешь, почему Бог прогневался. И вы знаете, не потому, что они чего-то боялись, а написано, потому что они распускали плохую молву. Поэтому и не вошли в землю обетованную. Знаете, испорченный человек все видит искаженно. Такой человек всегда будет распускать плохую молву. Но писание лишь, чтобы мы хранили себя и заботились о своей вере. Тогда мы будем там, где видит нас Господь. Бог хочет, чтобы мы двигались вперед. И знаете, я желаю, чтобы мы действительно вошли в то место, куда призвал нас Господь. Бог в этом заинтересован и да благословит вас Господь. Аминь. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Аминь. Баляо. Ив-я-де. Аминь. 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 Баляо. Баляо. Аминь. Аминь. Аминь.